Приветствую вас, решать дать ему шанс или нет, только вам, потому что это ваша жизнь и, собственно, я думаю, что не сделаю это вам советовать что-либо, вот, а может быть что-то изменится со временем. У вашего мужчины, но точно совершенно, что это не будет в ближайшее время, потому что, скорее всего, скорее всего, человек, значит, находится также в определенной зависимости от вас и от девушки. С которой он встречается и взаимодействует, вот, поэтому я думаю, что ожидать каких-то, каких-то таких, прямо уж, знаете, серьезных перемен я бы, наверное, не стал бы, вот. Ну, просто, опять же, просто потому, что это не бывает просто так, да, это не бывает, вот, знаете, внезапно это не происходит так внезапно, вот. Другое дело, что в самих отношениях с ним, да, вот, с мужчиной вы занимаете, на мой взгляд, достаточно деструктивную позицию, вот, это позиция, в общем-то, родителя, вот. И вот эта позиция, она, к сожалению, очень-очень негативна для вас, потому что абсолютно ничего хорошего из нее для вас не будет, кроме вот только лишь дальнейшего какого-то, значит, негатива со стороны мужчины, вот. То есть позиция родителя, она здесь проглядывается, в общем, достаточно четко, эта позиция проявляется в том, что вы ждете от мужчины каких-то перемен, да, хотите, чтобы он стал другим, хотите, чтобы он поменялся, вот, но при этом игнорируете тот факт, что, в общем-то, достаточно серьезная проблема есть у вас, вот. Ну, об этом вы как-то совершенно не заикаетесь, да, об этом вы совершенно никак не говорите, а это на самом деле очень-очень важный элемент, если можно так выразиться. Ну, опять же, просто потому, что без этого, да, отношения, ну, при всем желании не построить никак. Ну, вот. Значит, вы пишите, мне сейчас очень тяжело. Вот, пишите вы, да? То есть, тяжело вам, вот это, пожалуй, ключевой, ключевой момент. Тяжело вам. То есть, тяжесть того, что с вами происходит, у вас. И, на мой взгляд, на мой взгляд, довольно логично будет, если вы, ответственность за то, что вам тяжело, возьмете, ну, наверное, в первую очередь на себя. То есть, тяжело вам, значит, что-то это связано, ну, с вами, вот, с вашим восприятием, так сказать, данной ситуации. Вот. Соответственно, соответственно, надо подумать, почему именно вам тяжело. Далее, значит, встречаемся с парнем уже год, он приезжает только по выходным, так как работает в другом городе. Ну, что мы имеем здесь, да, вот, по факту, что мы имеем здесь? По факту, мы здесь имеем только то, что у вас отношения, ну, на расстоянии, как минимум, отношения у вас на расстоянии. Вот. И вопрос заключается в том, как вы, собственно, согласились на эти самые отношения на расстоянии. Вот. То есть, понятно, что год встречаться с человеком, который приезжает только, значит, на выходные, это очень тяжело и, если честно, ну, вас можно понять. Но, с другой стороны, вы же на это согласились. Понимаете? Какая история. Вы на это согласились и это значит, что, ну, в основе этого, наверное, лежат какие-то ваши желания. Опять же. Вот. То есть, вы могли, например, спустя полгода сказать мужчине что-то типа того, что дорогой, ну, например, например, дорогой, прости, но меня так больше не устраивает, да, я так больше не могу, давай, соответственно, с тобой будем что-то менять, да. То есть, либо как-то ты приезжаешь ко мне, я приезжаю к тебе, вот, либо, соответственно, мы расстаемся, потому что, ну, дальше так в принципе нельзя. Ну, опять же, ничего из этого вы не сделали, вот, и, на мой взгляд, это ключевой момент, ключевой момент. Вот. Вот. Вот, в принципе, так, да, то есть, это первый аспект. Ваш выбор. Дальше. Отношения, вы пишете, в последнее время очень натянутые. Опять же, момент, да, момент какой. Из-за чего отношения натянутые у вас? То есть, что такого у вас в отношениях, да, что они натянутые? Вы же понимаете, что вы ответственны за то, что отношения натянутые ровно на 50%. Вот. Это отношение зависит не только от него, но и от вас. Вот. И нужно, нужно, чтобы вы свою ответственность, значит, определили сам для себя, что я делаю для того, чтобы отношения были натянутые. Вот. И что я могу сделать, чтобы с моей стороны они были не натянутыми? Понимаете? Какой момент? А иначе вы выступаете просто, еще раз повторю, в роли родителя. Вот. Которые просто постоянно ревизируют своего ребенка, да, и ребенок находится под постоянным надзором, вот. И под постоянным таким давлением, вот, что не является чем-то хорошим для него, для ребенка, я имею в виду. Ну, добавим, в случае для вашего молодого человека. Вот. Вот. То есть, с какого момента отношения начали быть натянутыми и, соответственно, как вы участвуете в этом. Да? Вот. Вот. Это вот очень важный и ключевой аспект данного элемента. Дальше. Идем. Значит, я в курсе, пишите вы, что ему пишет бывшая девочка весь этот год. Так. Светлана. Да? Светлана. Да? Светлана. И что? Что она ему пишет? Ну, пишет она ему. Да. Пишет. И что дальше? Что пишет? Он же с кем? Да? Он же не с ней, а с вами? Он же не с бывшей девушкой. Может быть, она его отпустить не может? А девушка-то? Его. Бывшая. Это тяжело, вот вы, ну вот вам, вам же тяжело, тяжело, и вы, я думаю, понимаете, каково это, когда человека нужно отпустить, а ты не можешь. Вот, и ей тоже тяжело, понимаете? Какая история. Вот. Я не прошу вас, да, я не прошу вас, отнестись к этому, скажем так, с пониманием, да? Папец, я не прошу вас обязательно вставать на, значит, на ее сторону. Знаете? Ну вот. Вставать на ее сторону именно не нужно. Вот. Ну и можно и необходимо, да, относиться с пониманием к ней, к этой девушке. И понимаете, что, скорее всего, она ревнует и не может его отпустить так же, как вы не можете отпустить, значит, вот, с своего мужчины. По факту. По факту. Вот. Знаете? Вот. Так что, это вот такой момент. Далее идем. Значит. Вы, опять же, ревнуете. Да? Вот. Ревнуете. И вопрос заключается в том, с чем связана ваша ревность. Понимаете? Ревность, как правило, связана с тем, вот, что вы, значит, не уверены в себе. Вот. Ревность связана с тем, что вы боитесь, возможно, остаться одна или еще какая-то история. Вот. Понимаете? И это, это является ключевым моментом. Это ключевой аспект. Причина вашей ревности. И за эту ревность ответственность несете только вы. И больше никто, к сожалению. Вы пишете, говорилось, что мне неприятно, а просила прекратить общение. Вопрос. Почему вам неприятно? Вопрос. Чем вам неприятно? Вопрос, опять же, заключается в том, если, значит, если вам неприятно, то чья это ответственность, что вам неприятно? Понимаете? Понимаете? В какой момент, момент. Вот. Поэтому, я думаю, что, опять же, за это нужно брать ответственность вам. А не перекидывать, переносить ее на, собственно, молодого человека. Потому что, девушка эта молодого человека, она его бывшая, да, она может быть уже не часть его жизни, но она все равно ему не чужой человек, и вам нужно ее принять как, ну, как неотъемную часть жизненного пути вашего мужчины. И, вот, сами подумайте, вы просите перестать общаться с девочкой молодого человека, да, только потому что вам неприятно. Ну, вот, вы демонстрируете ему свою неуверенность в себе, вы демонстрируете ему свои какие-то, значит, проблемы, которые у вас имеют место быть. И, естественно, молодой человек от этого вас уважать больше не начнет. Никак. Вот. Дальше. Вы пишите, он продолжал, значит, ему это зачем-то нужно, значит, у него такое желание, и вам его желание нужно уважать до тех пор, пока оно не вредит вам. То есть, пока он не начнет больше внимания уделять ей, либо, либо больше внимания уделять ей, либо вы не заметите его в изменах. Да? Дальше. В это воскресенье очень сильно поругались. Из-за чего? Из-за чего именно вы, Светлана, начали ругаться? Какие у вас были чувства? Как вы эти чувства выражали? Скорее всего, обвинения. От каких чувств вы защищались через обвинения? Подумайте. Я сказал, чтобы он больше не приезжал. Ну вот, понимаете, да, вы сказали, чтобы он больше не приезжал. Если вы действительно хотите, чтобы он больше не приезжал, да, если вы действительно к этому готовы, то, соответственно, нужно четко этот момент зафиксировать. То есть, вы ему сказали, чтобы он не приезжал, потому что вас не устраивает то-то, 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 все. Вот. Дальше. Он еще уточнил, ты точно так и решил. Я сказал, да, видеть себя не хочу больше. Ну, это, опять же, ваше правило, но, повторю, мужчина формально плохого ничего не сделал. Вот. Он ушел, но понедельник начал писать и звонить, молять не уходить от него. Подумайте. Просто подумайте, почему он так себя ведет. Что нужно ему? Я не знаю, что делать. Завтра приедет на последний разговор, я должна дать ему ответ, да или нет. По факту, по факту, если подобные вопросы возникают, это уже сто процентов нет. Потому что там, где есть любовь, там нет сомнений. Поскольку сомнения есть, о любви никто не говорит. Ну, кстати, в буквальном смысле слова, потому что ни вы, ни он про любовь не говорили. По крайней мере, вы про любовь не говорите точно. Вот. А вот эти вот ответы, да, нет, это просто формально. А вот это да, нет, никакой роли не играет абсолютно. Да? То есть, тут не в да, нет, не в дело. Тут дело именно, вы правы, в отношении его к вам. И в вашем отношении к себе. К себе. Заметьте, не к нему, а к себе. Потому что от того, как вы относитесь к себе, зависит то, как вы относитесь к нему. Вот. Поэтому это всё детский сад. Что-то вот вы пишите, пишите, пишите. У меня в голове такая каша, и за советом просто некому обратиться. Понимаете, в чём дело? Вот совет это означает переложить ответственность. Опять же, на другого человека. То есть, посоветуйте мне, как поступать. Я посмотрю и поступлю, скорее всего, по-своему. То есть, я либо соглашусь, либо убежусь в том, что вы мне неправильно советуете. Понимаете? Тут не совет нужно. Тут нужно разбираться, как вы вообще в этой ситуации оказались. Откуда ревность, откуда вам неприятно то, что ему там кто-то пишет. Поймите, будь вы уверенным в себе человеком, у вас было бы всё равно, пишет там кто-то ему или нет. А, коли это не так, то, значит, есть какие-то ваши внутренние личностные проблемы, которые необходимо разбирать. Дальше. Мне кажется, что человек со мной не был откровенен всё это время, ведь если бы хотел, давно бы поставил и бывший на месте ночные визиты в ВК, ВК прекратил. Вам не кажется, что слишком много условий для отношений? То есть, бывший поставил на место, а она что, его оскорбляет, унижает, чтобы он ставил её на место, что ли? С какой стати он должен кого-то ставить на место? Это первое. Второе. Ночные визиты в ВК. Опять же, какая разница, когда он заходит в ВК? В ВК его и его право в него заходить. Как это вредит вам? Большой вопрос. Знаете? Если он заходит в ВК, и вы знаете, что он свертует там, или он слишком много проводит там времени, и не проводит это время с вами, или вы знаете, что у него есть свободное время, а он это время проводит у себя, а не приезжает к вам. Это одно. А если он просто заходит в ВК, так какая разница? Знаете, всё это ваш страх и неуверенность в себе. Далее. Стоит ли человеку дать шанс и начать жить уже без него? Ну, на самом деле, начнем с того, что жить без него вы, скорее всего, не сможете, потому что, как правило, тот, кто ревнует, тот не может жить без него. Забыть у вас тоже не получится, потому что память, она есть, она никуда не денется, поэтому это всё иллюзия. Вот. Давать человеку шанс, ну, это, знаете как, можно человеку дать шанс, если он, например, вам изменил, да, вот прямо изменил, и просит прощения, как бы говорит, прости, там, я больше не буду, там и так далее, вот это можно дать шанс. И то при условии, что вы никогда об этом не будете говорить, и не будете его подозревать, и вообще не будете вести себя так, как бы ничего не произошло, но перед этим выяснить причины, почему он так поступает. То есть, вот он общается с бывшей девушкой, да, вы праве просить для чего? Вы праве просить, что это ему дает, и вы праве дать ему это, то, что общение с бывшей ему дает. В праве, не обязаны, но в праве, и тогда шанс того, что он будет с ней общаться меньше. Обещайте, что все изменится, и последний разговор с бывшей стоит прямо завтра. Нет, ну, если они общаются с ПВК, то последний разговор может стоять все и сегодня, то есть, ну, это, блять, это вот, это не серьезно. Доверие потеряно, как отношения строить дальше. Знаете, какая история? Доверие потеряно с вашей стороны, потому что вы еще в человеке чересчур растворились. Вы стремитесь слиться с человеком в психологии, это называется механизм слияния. И вы требуете от человека слишком многого, несмотря на то, что вы даже вместе не живете, вы не муж и жена. Знаете, вы просто встречаетесь год с парнем, который приезжает только по выходам. Знаете, вы слишком много требуете, и из-за этого у вас проблема с доверием. Потому что вы притязание проявляете на одно, а мужчина может ответить вам совсем другим. И из-за этого, естественно, возникает проблема доверия. Поэтому доверие – это личная граница, с которой вам, Светлана, нужно работать. Чтобы вы и к человеку относились адекватно, и к себе относились адекватно, и ориентировались в первую очередь, чтобы вы на себя, не на мужчин. Вот. И, собственно, ставили себя так, чтобы мужчина боялся вас потерять. Вот если бы он боялся вас потерять, он бы стал тратить время на бывшую девочку? Нет. Он не боится вас потерять. А почему он не боится вас потерять? А потому что он знает, что вы от него никуда не денете. А откуда это знание? От того, как вы себя ведете. А у молодого человека, если это именно мужчина до 25 лет, например, да, это, как правило, означает, что девочкой его можно расслабиться и обратить внимание на других. Потому что это нормально. Находясь в отношении с кем-то, обратить внимание на других. Ненормально там спать с ними, да, взлетать, но обращать внимание и общаться – это нормально. Потому что любовь и подобное проявление – это разные вещи. Но вопрос, заключается в том, есть ли у вас любовь. Потому что про любовь вы ничего не говорите. Вот. А любовь и любовь – это безусловное принятие. А безусловного принятия нет. У вас нет. Вот так можно ответить вам на ваши вопросы. Строить отношения нужно исходя из выстраивания гармоничности внутри вас. Вот. Будет гармония у вас – будут и отношения. Неважно с кем – с этим молодым человеком или другим. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.